Самарская филармония, Ленинский мемориал, где размещается музей Алабина, Театр юного зрителя, больница имени Пирогова, кардиодиспансер. Практически все знаковые здания Самары были построены 11-м трестом. Во главе его стоял Виталий Симонов. Там он трудился на протяжении 35 лет, в течение которых прошел путь от мастера до генерального директора. Этот знаменитый дом по проспекту Ленина-1 – идея выдающегося строителя. Он был построен для научно-технических работников ЦСКБ «Прогресс» в 1971 году в честь генерального конструктора завода Дмитрия Козлова. Для Виталия Алексеевича этот строительный объект представляет особую ценность. Здесь он живет уже долгие годы. Говорит, многоэтажку построил своими руками и знает каждое дерево, растущее неподалеку. А липы, они могут веками стоять. И поэтому то, что мы сейчас вырастили, они уже стали большими, а были они где-то в рост человека. Вместе со своей бригадой Виталий Алексеевич занимался строительством многоэтажек для жителей областного центра. Миссия почетная и очень ответственная. Подвезти было нельзя, ведь новый дом для человека – это как путевка в новую жизнь, рассказывает Виталий Алексеевич. А мы начали строить город быстрыми темпами. Скоростное строительство было. Крупнопанельное, крупноблочное, кирпичное. Дома росли, как грибы. Настрой такой был у коллектива. Дать быстрее жилье людям. С особой ответственностью 11-й трест, который возглавлял Виталий Алексеевич, строил здание правительства Самарской области. Кабинет губернатора изначально планировался меньшего размера. Но в процессе строительства его решили увеличить, чтобы первому лицу региона было удобно принимать большие делегации. Я, например, присутствовал, когда Петр Прокоевич Мачнев, наш герой соцтруда, бригадир-камечник, положил его в структуру. Порядка 177 тысяч кубометров кирпичной кладки. Это пирамида Хеопса II. Однако своим главным достижением Виталий Алексеевич считает реставрацию церкви живоначальной Троицы в селе Екатериновка. Этот уникальный собор, построенный еще в 1813 году, лежал в руинах. Когда Виталий Алексеевич привез своих коллег из треста к развалинам храма, многим идея восстановления показалась нереальной. Однако задачи исправились, и результат превзошел все ожидания. И мы в результате за два года и девять месяцев сделали эту красоту. Вот то, что мы видим здесь, это сразу за входом через колокольню. Виталий Симонов, хоть и давно на пенсии, сложа руки не сидит, сочиняет стихи. Про любимый город, выдающихся людей, которые внесли большой вклад в его развитие. И про любимый одиннадцатый трест. С теплотой вспоминает коллектив. В неполных лишь четыре года почти полтысячи семей вселились в новые квартиры. Сказать спасибо надо ей, ей-богу, только ей, той силе, что в коллективе появилось. И за полсоти лет в Самаре могучий фактор превратилось. Заслуженный строитель России рад, что дело его жизни продолжается и сегодня. Умножается красота Самары, преображаются и благоустраиваются кварталы. Когда-то одиннадцатый трест заложил основу. Сейчас она продолжает наполняться содержанием. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.